Лево! Лево! Сзади, сзади, сзади! Ну вот и начался футбольный матч между командами аппарата администрации Ленинского района и аппарата Государственной Думы Российской Федерации. Противник это серьезный, игра напряженная. Все хотят, конечно же, победить, тем более в 50-летний юбилей нашего замечательного города. Видное, первый гол забили нам гости, но мы вскоре отыгрались. Посмотрим, что будет дальше, но можно точно сказать, что царит атмосфера здесь дружеская. Противники на самом деле сегодня серьезные. Команда аппарата Государственной Думы Российской Федерации, я знаю, они тренируются каждый вторник и четверг на протяжении уже четырех лет. Это довольно слаженная, плотная команда. Видно, что уровень достойный, они играют четко в пас-пас, первый гол был от них. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей города и района с великолепным праздником Днем города, 50-летием, это юбилей праздничное, очень торжественное событие. У меня играет сын на поле, работник управления образования. Поэтому я надеюсь на победу. Кто-то на спортивной части, кто-то в засуге, кто-то в культурной, кто-то еще найдет свое применение в рамках праздника. Потому что программа, насколько мне известно, очень обширная, не однодневная. Завтра на этом же футбольном поле будет кубок городского поселения «Видное» по футболу, где примут лучшие команды нашего района. Поэтому каждый ищет свое применение на сегодняшний день, чтобы отпраздновать достойное наше 50-летие. Вообще стоит отметить, что празднование Дня города и Дня Ленинского района проходит еще и в спортивных мероприятиях. Вот даже, например, дети пришли на футбол, чтобы тоже принять в этом участие. Это говорит о том, что наше подрастающее поколение приучает себя к спорту и этому невозможно не восхищаться. Спорт очень хорошая вещь, развивает иммунитет, ну и мышцы, соответственно. Для меня это очень хорошо и мне это очень нравится. Когда ты выполняешь мастер-класс, ты узнаешь по футболу что-то новое. И тогда можно хорошо играть в футбол. И чем больше учишься, тем лучше. Это прикольная игра, хорошая тактика, умение меткости. А мы переместились в Ледовый дворец Арктика, где вот-вот начнется хоккейный матч между командами ветеранов «Динамо» и «Витновского металлурга». Сегодняшний матч показатель того, что мы хотим увидеть традиции советского и российского хоккея. Научить детей наших играть в хоккей, увидеть красивую достойную игру и убедиться в том, как надо побеждать. Матч с ветеранами «Динамо» уже имеет такое символическое значение, потому что он у нас проходит третий год подряд. Для нас, на самом деле, это долгожданный матч, потому что для нас это честь выйти с игроками такого уровня на один лед. Конечно, все ребята переживают по-своему, этот матч для нас очень имеет важное значение. Мы к нему серьезно подготавливались, но в первую очередь, конечно, мы хотим перенимать определенный опыт от таких легенд хоккея, как вот ветеран «Динамо» и использовать уже в своей повседневной тренировочной жизни и игровой практике. Стоит отметить, что видновчанам очень повезло, что в нашем городе есть ледовый дворец. Они с удовольствием посещают хоккейные матчи и сегодня пришло много людей, чтобы посмотреть матч в честь юбилея нашего любимого «Видного». Эмоции просто потрясающие, они зашкаливают, потому что на самом деле такое впечатление, что просто драйв на льду происходит. И тем более очень лестно и приятно то, что на трибунах присутствуют легенды тоже из команды «Динамо». «Металлург-чемпион» болеет только за «Металлург». Однозначно надо было посетить этот матч торжественный, так сказать, в честь Дня города. Хоккей – очень зрелищный спорт, нам нравится, и потом наша команда, мы болеем за нее. Это третий матч. Первые два, как вы знаете, закончились ничью, и вот сегодня мы ожидаем, что все-таки наш «Металлург» одержит победу. Я только что был награжден вот такой юбилейной медалью, которую выпустили наш городской центр спорта. Здесь, вы, как видите, отражена символика, 50-летие города видны, и обозначены те два клуба, которые принимают участие. А вообще я считаю, что самое важное – это развитие спорта, и в частности такого, как хоккей. Участвует много ребят, видновчан, идет развитие, есть спортивная база хорошая, есть хорошие спортивные победы. Я уверен, что это соревнование сегодняшнее сделает наш праздник города видны еще насыщенней. А тем временем продолжаются спортивные мероприятия в честь 50-летия города Видное. Мы находимся на мотобольном поле стадиона «Металлург». Здесь сегодня сражаются видновская команда «Металлург» со сборной Ставропольского края. Эта игра останется в памяти навсегда, ведь именно сегодня воротарь команды «Металлург» Александр Сосницкий, который защищал ворота видновчан 26 лет, покинул большой спорт. В команде «Металлург» 26 лет, они пролетели, можно сказать, как миг. То есть вот вроде такого чечня, как будто я вчера пришел, стоял, вышел на вот это поле, а сегодня вот я с него ушел. За эти годы, за эти годы «Металлург», «Металлург», то есть в частности, ну, можно сказать, «Металлург Мотоболг» дал мне имя, мотобольное имя, и я это буду помнить всегда. В 19.00 начнется торжественный вечерний концерт у кинотеатра «Искра», после которого состоится долгожданный фейерверк. Мы приглашаем всех жителей посетить его, ну а те, кто не сможет этого сделать, смотрите прямую трансляцию по телеканалу «Видное ТВ». Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».